Белый налет на языке, почему он возникает и симптомом каких заболеваний может являться. Давайте это обсудим. Здравствуйте, мои хорошие! Язык – это орган, который можно считать показателем состояния всего организма, особенно пищеварительной системы. У здорового человека язык бледно-розового цвета, без каких-либо налетов, влажный, с допустимым числом видимых сосочков. Причиной появления налета являются бактерии, скапливающиеся на языке. Размножение бактерий происходит из-за курения, неправильного питания, внутренних инфекций и хронических заболеваний. Обычно на передней части языка их меньше, так как кончик языка более подвижен, чем корень. О появлении налета организм сообщает о каких-либо нарушениях или изменениях, появившихся в нем. Некоторые из них могут быть абсолютно безвредными, а другие становятся сигналом для как можно более скорого обращения к врачу. Если вы начали замечать, что толщина налета белого цвета на языке начинает увеличиваться, цвет его постепенно изменяется, появляется неприятный запах, то это уже повод для того, чтобы бить тревогу. Очень часто налет является первым признаком начинающейся болезни, о которой вы можете даже не догадываться. Придется обследоваться, сдать необходимые анализы. Возможно, потребуется консультация стоматолога, гастроэнтеролога, инфекциониста, нефролога. Место расположения налета позволяет достаточно точно определить орган, который нуждается в лечении. Наиболее частой причиной того, почему образуется белый налет, являются заболевания желудочно-кишечного тракта. В этом случае язык обложен белым налетом в средней части. Иногда белый цвет сопровождается образованием трещин на языке. Если кроме налета вас ничего не тревожит, то это, скорее всего, начальная стадия гастрита. Увеличенные белые сосочки, сильный белый налет и сухость языка свидетельствуют о сильном недостатке воды в организме. Белый налет на кончике языка или по краям передней части появляются в том случае, если имеются заболевания органов дыхания, например, бронхит. Очень часто такой налет возникает от курения. Густой, плотный белый налет бывает и при ангине. В этом случае он сопровождается повышенной температурой тела, трудностями с глотанием и другими симптомами ОРВИ. Отпечатки зубов и белый налет на языке – признак недостаточной усвояемости кишечника. А в этом случае необходимо обратиться к гастроэнтерологу за консультацией, дальнейшим обследованием и назначением лечения. Белый налет на корне языка, особенно на боковых поверхностях задней части, указывает на почечную угрозу. Белый налет на языке и горечь во рту, скорее всего, говорят о наличии заболеваний печени или желчного пузыря. Белый творожественный налет на языке является признаком грибковых заболеваний, в частности, кандидоза или молочницы. Чаще всего этими заболеваниями страдают маленькие дети, но и взрослые также ему подвержены. В случае, если белый налет постепенно стал приобретать синеватый оттенок, а затем стал сплошным белым, то это вызывает подозрения на дизентерию или брюшной ТИФ. Заболевания серьезные, поэтому сразу обращайтесь к врачу. Белые и локальные красные пятна, покрывающие вес язык, а ближайший соратник скарлатины. Выделяются резко увеличенные грибовидные сосочки, которые четко контурируют и напоминают ярко-красные зерна малины. Малиновый язык. Выявление подобных пятен – прямая дорога к инфекционисту. Также причиной белого налета на языке могут быть заболевания полустирта, например, стоматит. А у маленьких детей такое явление часто происходит в период, когда режутся зубки. Следует запомнить несколько важных моментов. Любой налет на языке указывает на снижение иммунитета. Даже если у вас нет никаких серьезных заболеваний, чем толще налет, тем дольше протекает данное заболевание. Толстый слой налета свидетельствует обычно о хронических процессах. Чем темнее цвет налета, тем серьезнее состояние здоровья и тяжелее форма заболевания. Для того, чтобы навсегда распрощаться с налетом на языке, следует обнаружить непосредственную причину образования и бросить все силы на ее устранение. Необходимо обратиться за помощью квалифицированных специалистов в этой области – гастроэнтеролога, стоматолога, нефролога, а также инфекциониста. Сразу же после того, как причина возникновения выявлена, врач назначит курс лечения. После того, как пораженные органы приходят в норму, налет пропадает. А как правильно удалять с языка белый налет? Прежде всего, необходимо соблюдать гигиену полости рта, так как бактерии быстро размножаются в налете и могут привести к развитию инфекционного процесса в ротовой полости. Правильная гигиена полости рта является залогом здоровья и свежего дыхания. Современные зубные щетки имеют специальное резиновое покрытие для чистки языка. Необходимо использовать именно его, не забывая потом тщательно его промывать смылом. Язык необходимо очищать от налета в правильном направлении – от корня к кончику. При удалении налета можно использовать пасту для зубов. Это способствует более лучшей очистке и избавит от вредоносных микробов, благодаря антисептическим свойствам современных паст. Если регулярно очищать поверхности языка от налета, то в ротовой полости будет поддерживаться правильная микрофлора. Для поддержания гигиены ротовой полости также используются полоскания отваром ромашки, коры дубом, шалфея. Следует иметь в виду, что кора дуба изменяет цвет зубной эмали, делая ее темнее. Для предупреждения различных стоматологических заболеваний и профилактики образования налета белого цвета на поверхности языка полезно применять растительное масло, желательно холодного отжима. Необходимо удерживать его во рту в течение 10-15 минут, после чего выплюнуть. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!